Привет, друг, с тобой Багулюк. В этом видео я расскажу тебе про самый лучший навык, который сэкономит тебе много времени при возникновении ошибки после этапа текстурирования. Давайте разбираться поподробнее. Значит, этот навык называется Projection Texture. Ну, собственно, в названии видео, если я вставил, вы уже могли догадаться. В общем, что это за навык? Что такое Projection? Ну, скорее всего, могли догадаться, что Projection Texture — это когда мы проектируем текстуру куда-либо, да? То есть у нас есть текстура, мы ее куда-то проектируем. Так вот, наверное, некоторые уже успели понять, о чем пойдет речь в этом видео. Но тем, кто этого не сделал, давайте я покажу эту проблему и покажу, из-за чего она может возникать и как с ней бороться. Переходим в Substance Painter. Например, у меня нету своей личной модельки, на которой я могу вам показать это все дело, да? Поэтому я вытяну ее из Substance. Тут есть замечательные сэмплы, и в основном я использую MidMat. Ну, это такой интересный сэмпл. Это не жаба какая-то, не просто сфера, а уже наподобие какой-то, да, вменяемой модельки. Давай ее затекстурим как-то. Ну, максимально просто. То есть, я не буду сейчас тратить много времени на то, чтобы это все дело объяснить, показать, да, как это все текстурится. Ну, допустим, есть у нас вот такая какая-то ткань, да? Создам на ней Fill Layer, Black Mask, и в Black Mask обычной кисточкой нарисую здесь, предположим, ноль какой-то, да? Ноль, там две палочки. Окей, супер. У меня уже есть текстура. Ну, я не буду текстурить все эти текстурные сеты, да, я их даже подкрываю отсюда, потому что это все показать можно на одном текстурном сете, да, за этот Projection текстур. Хорошо, у нас есть текстура. Давай ее заэкспортим быренько. После экспорта текстуры необходимо выгрузить модельку из Substance к нам на рабочий стол. Нажимаем на кнопку Export Mesh и кнопку Export. Итак, я экспортнул это все на рабочий стол, для того, чтобы проще было найти этот файл. Теперь, что необходимо сделать. У нас есть модель с вот такой разверткой. Значит, у нас есть две такие сферки, да, и два таких прямоугольника. Что такое Projection текстур, да? Для чего мы его используем? Если нам необходимо после этапа текстурирования поменять UV, например, мы ломаем модель, как-то ее там отделяем, да, уже модифицируем геометрию после UV, после текстуры. Делаем краш-версию, предположим, делим ее на разные части. И заметили, что мы разрезали ее в том месте, где нету харда. А если нету харда, у нас ставят софты, то в таком случае у нас шейдинг поломается на нормалке и будет плохо отображаться. Поэтому мы принимаем решение поставить хард. Понятное дело, если мы ставим хард, то нам необходимо это все дело переразвернуть. А если нам нужно это все переразвернуть, то и заново затекстурить. Ну, если у нас генераторная текстура, да, процедурная, без каких-то Paint Layer, то это еще как бы можно сделать и без Projection. Но в том случае, если мы очень много рисовали или же использовали UV Projection на каких-то альфах, да, какую-то детализацию добавляли, то в таком случае просто зареимпортить модельку в Substance Painter будет мало, потому что у нас все следит, абсолютно все. В данном случае нам поможет Projection текстуры. Давай переместимся в Blender, я покажу эту часть, когда мы меняем UV-шку. Итак, вот наш mid-mat, я удаляю отсюда вот эти части, которые нам не нужны, и голову оставляю на этом же месте. Значит, у него есть свой материал в Head, такой же материал есть и в Substance Painter. Вот эти вот материалы, ну, на самом деле я их могу не удалять, чтобы это сделать максимально просто, вот есть кнопка Purge, это, или Purge, там, кто как его называет, через Machine Tools. И все материалы у нас удалятся, которые не использовались. Вот, материал остается только тот, который подключен. Все, которые не подключены, они удаляются. Я люблю нажимать эту кнопку, потому что не хочу, чтобы у меня в сцене было много лишних файлов, много мусора. Так, у нас есть эта голова. Хорошо, в общем, у нас есть нетронутая голова, которую мы экспортнули из Substance. Сейчас давай поменяем UV-шку. Ну, будем делать это в Blender, потому что я не вижу смысла какого-то заходить в Rhythm и тому подобное. В общем, нам остается только перепаковать это все дело. Pack Islands. Окей, все, они поменялись, да? Теперь у нас расположение вот этих вот UV-шелов поменялось. Что делаем дальше? Дальше все просто. Экспортируем опять на рабочий стол, только меняем нейминг, чтобы у нас не заменилось на изначальную модель. Перемещаемся в Marmoset. Я уже заимпортил сюда две модельки. Ту, которую мы меняли UV, и ту, которая у нас изначально после Substance была на выходе. Вот эти вот материалы можно поудалять, потому что мы их никак не используем. Все, у нас есть один материал Head и два Mesh. Вот, один тот, который мы экспортнули из Blender, и другой, который из Substance. Закидываем наши текстуры в Marmoset, подключаем их сюда. Сейчас смотрим отображение текстуры на изначальной модели, которая у нас вышла из Substance. Закидываем Base Color, закидываем Normal Map. У меня ставил пресет на экспорт Normal Map в DirectX, и поэтому нужно флипать Y. И обязательно проверяйте, чтобы у вас на этой шестеренке у Normal Map и у всех остальных карт, кроме Base Color, была отключена галочка sRGB для корректного отображения. И то же самое делаем с ORM, подключаем ее сюда. Здесь меняем каналы G и B, потому что у меня в зеленом канале Roughness, в синем канале Metalness. Все, наши текстуры подключены. Смотрим, идентичное отображение. Вот я сейчас открою этот, где мой Substance валяется. Вот, Substance Painter. Идентичное отображение текстуры. Все супер, у нас тут ничего не сломано. Но, это наша старая моделька. Мы внесли изменения в UV, допустим, нам нужно было добавить какой-то объект или удалить лишние части, да, и перепаковать для лучшей плотности. Вот, но в основном это в первом случае, если мы что-то удаляем, то лучше ничего, конечно же, не перепаковывать, если это не половина там объекта, который занимает половину тайла. Да, в таком случае нужно будет перепаковать. Окей, у нас есть подключенная текстура на вот эту голову. Ну, вот этих ребят я, наверное, просто скрою отсюда. Кстати, камеры еще заэкспортились. Ладно. У нас есть первая часть. А теперь давай включу вторую модельку с измененной UV. И что мы тут наблюдаем? Все, у нас поплыла текстура. У нас Normal Mapa отображается некорректно. Она у нас съехала, куда-то сместилась. И тут обычный Base Colder, который просто у нас по UV-шке на весь стайл был распределен. Вот. Если бы у нас какая-то была модель из разных материалов, то материалы тут, например, было бы красное, а тут какой-то бы синее. Да, поэтому то же самое. Слетели абсолютно все карты. Ну, мы поменяли UV-канал и UV-шку. Хорошо. Что делать дальше? Что делать дальше? Я хочу вернуть текстуру изначальную, которую я делал в Substance Faintry, на обновленный Mesh с обновленной UV-шкой. Как мне это сделать? Делать мы это будем все в Marmoset, потому что это самый удобный способ. Можно делать и в других программах, но я покажу, как делать это в Marmoset. Зачем вам лишняя информация, если есть вот уже один способ, работайте по нему самый быстрый способ и самый не геморройный. Хорошо. У нас есть первая моделька и вторая. С этой модельки мы будем прожектировать текстуры. Как происходит этап прожектора текстуры? Мы просто их перебейкиваем. Мы бейкаем в Marmoset текстуры. Не как мы привыкли к High Poly, Yellow Poly, что еще? Курватуры и остальные карты, да? Если вы их печете. А мы будем запекать Normal, Albedo, Roughness, Metalness. Если есть еще Opacity карта, то ее тоже. Для Metalness покажу еще одну настройку, которая будет полезна, если у вас есть металлические части у объекта. Итак, чтобы я не перемещался в Blender, давай насначу новый материал уже в Marmoset. Для этого я сдублирую уже существующий материал и будем ориентироваться по вот этому названию, единичка в скобочках. Все, я отключаю сейчас Mesh, который я не буду трогать и перетаскиваю этот материал на наш Mesh, на который мы будем запекать текстуры. Чтобы удостовериться в том, что успешно он переназначился, заходим, допустим, в Color и можем потянуть ползуночек. Все, если мы видим, что цвет меняется на этом материале и во Viewport, тогда у нас материал отлично подключается. Теперь возвращаем все в белый цвет, нажимаем ОК и что делаем дальше? Я отключу отсюда все карты, потому что они старые, нужно их обновлять. Flip Y пока тоже не буду трогать. ОК, что делаем дальше? Из-за того, что мы используем это Bake, да? Projection Textures это перепекание текстуры. Создаем хлебушек и закидываем наше Low Poly, на которую Bakem в папку Low, а наше Low Poly, с которой Bakem в папку High. Не переживайте, что у нас тут High Poly, тут Low Poly, а мы закидываем туда и туда Low Poly. Это все не важно. Самое главное, чтобы на той Low Poly, которую мы закидываем в High Poly, чтобы на ней были назначены материалы. То есть у нее есть материал, а на материале подключены все текстуры, которые мы Bakem. Все, в таком случае у нас наше Low Poly становится High Poly, то есть мы обманываем Marmoset. Теперь я включаю HP, отключаю Low Poly и включаю здесь глазик. Вот отображение нашей High Poly. Теперь отображение нашей Low Poly. Что делаем дальше? Из-за того, что это Low Poly и Low Poly, кейдж можно не настраивать. Он тут уже, грубо говоря, настроенный из-за нас. Тут совпадение геометрии 100%, можно его сделать минимальным, но я не буду трогать пока что. Что делаем дальше? High Poly не трогаем, Low Poly. Смотрим, что у нас в настройках Bakem. Нормали перепекаем. Также перепекаем Ambient Occlusion. Если вы его подключали сюда, вот сюда в Occlusion. Если вы подключали другие карты, сейчас покажу, как их здесь настроить. Заходим на Presets. Ой, точнее не сюда, а в конфигурации. Заходим в конфигурации и можем включить здесь Albedo, Roughness, Metalness. Если у нас стоит металлик, где-то он белый, да, то нам нужно включить Albedo Metal. Потому что если у нас будет обычный металльный подключен, ну в таком случае он будет просто черный, будет некорректно запекаться. Давай я включу сразу Albedo Metal. Этот можно не включать. Но можете проэкспериментировать сами. Хорошо, если у нас есть еще и Opacity карта, то включаем Transparency. Вроде как все, подключил Ambient Occlusion. Есть курватуру, Normal. Это обычные стандартные настройки для обычного Bakem. Я их не буду отключать, потому что... Ну, потом обратно придется включать, да. Самое главное тут их не включить, потому что будет конфликтовать. Хорошо, это у нас уже подключено. Normal, Albedo, Albedo Metal, Roughness и Transparency. Transparency я отключу, потому что у меня Opacity карты тут не существует. И что у нас выходит? Получается 4 карты. 4 карты. Это 1, 2, 3, 4. Все, что мы подключили, мы это сейчас будем запекать. Еще настройте разрешение. Можете даже в 8К запечь. Но я буду запекать и в 4К. Так, что делаем дальше? Сэмплин. Все как обычно. Сэмплин на 64, формат можете вмазать там на 16. Хотя у вас нормалка запечется в 16 бит. Это не очень хорошо, потому что в движках в Unreal, по крайней мере, 16-битная нормалка может некорректно себя проявлять. Так что лучше не рискуйте. Для своих личных проектов запекайте хоть в 32 бита. Это разрешено, но не для рабочих проектов, не для GameReady моделек. Хорошо. Кстати, по бейку у меня есть уже туториал. Можете переходить и смотреть. Паддинг. Ничего тут не ставим. Ну, если у вас есть какой-то свой паддинг, если у вас 4 паддинг при паковке был, то нужно здесь поставить Custom и вписать здесь четверочку. В таком случае у вас не будет пересечения текстуры на другие Shell и будет все отлично отображаться. Здесь можем ничего не трогать. Мы все настроили. Заходим на шестереночки. Тут у нас ничего не настраивается. В нормалях мы тоже можем ничего не настраивать. Мы можем нажать Flip Y, но это не обязательно, потому что у нас она уже с DirectX и перепечется сюда. Супер. Материалы все подключены. Остается нажать только кнопку Bake. Давайте это и сделаем. После того, как мы забейкали, нажимаем на кнопку Preview и видим, что у нас текстура подключилась. Только у нее здесь теперь металлик не подключился, потому что он и так был черный. Я его здесь выкручу в ноль. Все, все, ребята. Вот как бы мы все и сделали. Давай я сейчас открою вот эту нашу текстуру. Убеждаемся, что UV поменяная. То есть это не одна и та же UV. И открываем нашу HP. Смотрим на UV хп. Тут совсем все по-другому. То есть тут у нас по-иному она располагается. Ну из-за того, что она из Substance вышла, тут понятное дело, что нету черных никаких следов. Если вы не хотите, чтобы у вас тоже были черные следы, то здесь из Custom выберите просто Extreme. Тогда у вас лучи запекутся абсолютно на все стороны. Ну и давай еще раз пропечем, посмотрим. Ну и вот смотри. Видишь, что оно расширилось. Вот эта вот зона, которая запекалась, она просто расширилась подальше. Конечно же не будет такого результата, как оно вышло из Substance. Но прикол в том, что вот эта область, ее просто не существует на UV. Она никуда не проецируется, она нигде не работает. Поэтому то, что здесь чернота, тут просто нету Shell и запекать не на что. Ну а сам паддинг мы сделали как можно большим. И поэтому даже при MIP маппинге его будет хватать абсолютно на любое расстояние, которое мы захотим. Так, ребята, я рассказал вам про это. То есть самое главное, учитывайте, что у вас должна быть для Projection текстуры, у вас должна быть текстура, которую вы хотите спрожектить. Моделька, которая старая, со старой UV, которая текстурилась. И новая моделька, на которую вы будете прожектить с другой UV. Вот так вот. Но самое главное, не забывайте просчитывать все ваши действия перед тем, как начинать делать какой-то этап. Это не только касается текстурирования, это касается еще и лоу-поли, и хай-поли. Вот бывает так, что люди делают драфт, да, блок-аут. Начинают его хай-полить, потом понимают, что у них пропорции совсем не такие, кривые пропорции. Они уже там в ZBrush все захай-полили. И им, чтобы помонять, это надо очень много геморроя. Ну, в данном случае projection никак не поможет, сразу скажу. Но вот в случае текстур и UV, если у вас уже есть затекстуренная модель, и вам нужно поменять UV. Допустим, вы там ошиблись, да, вы забыли добавить объект на текстурный сет. Вы затекстурили один текстурный сет, предположим, уже готовый. И там было два объекта. А вы потом подумали, и вам или вам сказали, что нужно добавить третий объект в этот же текстурный сет. Ну, а места на UV нету. Поэтому вам нужно перепаковать абсолютно все уже с третьим объектом, чтобы у вас вместо двух объектов было три на тайле, да. В таком случае UV будет совсем другая, текстура будет некорректно отображаться. Но из-за того, что вы ее уже затекстурили, вы просто запекаете в Marmoset, делаете projection текстур. И у вас на те части, которые вы уже красили, да, наложится текстура. На ту модельку, которую вы добавили, у вас текстура туда не наложится, потому что, ну, вы ее просто не текстурили. В таком случае можете ее отдельно протекстурить и, опять же таки, запрожекчить уже все вместе. Вот, вот такой способ. Но, опять же таки, это уже на крайний случай, если, ну, уже не вариант, да, оставлять так. Нужно прям модифицировать UV, иначе все хана. В таком случае, да, ну, приходится идти на такие действия. Может быть, они какие-то запутанные, сложные. Но попробуйте хотя бы вот на таком легком примере, да, как я сейчас вам показал. Просто набейте руку. Возможно, у вас будет что-то не получаться. Или, возможно, вы сразу все вот запомните из этого видео, даже не будете отматывать назад и смотреть, что я там нажимаю. В общем, ребята, практикуйтесь. Это, этот способ когда-то мне спас очень много часов работы. Вместо того, чтобы перетекстуривать объект заново, я просто взял, накинул эти текстуры на другую модельку, ну, на такую же модельку с другой UV-шкой. И это мне спасло много часов. Все, ребята, с вами был Вагалюк. Был рад с вами пообщаться, вот такой вот манулов провести. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем удачи. А также заглядывайте ко мне на Patreon. Всем пока.